Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 27 апреля. Житие Святого Отца нашего Стефана, епископа Владимира Волынского. Привыкший к терпению, говорит Боговдохновенный Ефрем Сирин, стремится к добродетели, радуется в скорбях, не падает духом в бедствии, во время напасти веселится. Таков был преподобный отец наш Стефан, много пострадавший от братья и монастыря. Но если на его долю выпала скорбь, то Бог дал ему великую радость. Помня слова пророка царя Давида, во многих напастях ты утешил и возвеселил меня. Он все несчастья считал неспосланными от Бога и с радостью претерпевал их. Проходя долгий искус добродетельного жития, он с детства находился под руководством достохвального игумена, отца нашего Феодосия Печерского. Постоянно был его учеником, с наслаждением питаясь Боговдохновенными словами, из медоточивых уст учителя, как младенец от груди матери. Как достойный сын он уподоблялся своему добродетельному наставнику. Поэтому Стефан полюбился всей братьи, был ею избран в доместнике или в наблюдателе за исполнением церковного устава. И вместе с самим игуменом, преподобным Феодосием, достойно наставлял церкви, братью и своими поучениями. Когда преподобный Феодосий приближался к концу временной этой жизни, все умоляли его, чтобы он поставил игуменом Стефана, как самого достойного из братьей. Преподобный внял мольбам братья и, призвав своего любимого ученика, блаженного Стефана, поручил ему пости иноков и умолял окончить построение церкви, основанной при чудесных предзнаменованиях. Затем, преподав наставление, хранить монастырский устав, любить от чистого сердца братью, непрестанно обращаться мысленно к Богу, не забывать странников, преподобный отошел в вечную жизнь, обещаясь, однако, не оставлять своей помощью печерскую обитель, порученную им Стефану. Итак, после кончины преподобного Феодосия, Стефан принял на себя игуменство в Святой Печерской лавре и, проходя подвиженческий подвиг, с особенным старанием занялся постройкой церкви, начатой преподобным Феодосием и ознаменованной уже Божиим благоволением и другим монастырских зданий других. Божьей благодатью молитвами преподобных отец наших, Антоний и Феодосия, Стефан через несколько лет достроил церковь и новый монастырь, который перевел братьев из старого. В последнем он оставил несколько монахов, так как там по обычаю погребались скончавшиеся иноки. Стефан установил такое правило, чтобы в монастыре ежедневно совершалась литургия в память умершей братьев и блаженных основателей. Милость Божия к обители не оскудевала, и на святом месте этом все яснее проявлялась благодать Божия. Но враг всего доброго и рабов Божий, дьявол, возненавидел блаженного игумена за такое попечение святой обители, и своими злыми кознями сделал так, что некоторые из братьев подняли смуту и не только не зложили с игуменства Стефана, избранного ими единогласно, но и без всякой вины изгнали его из монастыря. Без злобы претерпел все от братья и преподобный Стефан, и, разлученный с иноками, продолжал любить их. Горячо молился он об них, и, подражая одноименному с ним первомученику Стефану, восклицал, «Господи, не поставь им этого в вину!» Как железо к магниту, неудержимо стремился он к месту упокоения преподобного Феодосия. Многие бояре и вельможи, дети его духовные, врученные ему преподобным Феодосием, узнав о глубокой печали своего наставника, прониклись с сожалением к невинно пострадавшему и с усердием приносили ему все необходимое. Тогда преподобный Стефан вспомнил те преславные чудеса, очевидцем которых был он сам. Как мастера из Константинополя мастера пришли к преподобным Антонию Феодосию Печерским, принесли икону Пресвятой Богородицы и рассказали о видении царицы, последовавшего в Лохернском храме. И вот с помощью Божией, по молитвам преподобных отцов Антония Феодосия, блаженный Стефан построил монастырь недалеко от Печерской лавры, на Клавском урочище, и соорудил в нем каменную церковь во имя Пресвятой Богородицы, в память положения честные ризы ее, по образцу Константинопольской в Лохернской. Каждый год преподобный торжественно праздновал день 2 июля и, собрав многочисленные братья, вел богоугодную жизнь. Церковный устав и все монастырское устройство он перенял и велел хранить согласно порядку, установленному преподобным Феодосием в Печерском монастыре. Много трудясь над духовным совершенствованием своим, он приобретал все большую славу, так что даже в самых отдаленных местностях его знали и прославляли за добродетельную жизнь. Поэтому, когда скончался епископ славного города Владимира, основанного великим князем Владимиром, в честь своего имени, тогда преподобный Стефан избран был на архиерейский престол этого города и посвящен в епископы Преосвященным Иоанном, митрополитом Киевским. Он был добрый пастырь, порученный ему овец, показывая пример своей пасты словом, добродетельной жизнью, любовью, возвышенным духом, верой и чистотою. Когда по сочувствию Божию и по мысли блаженного Иоанна, игумена Печерского, намеревались перенести честные мощи преподобного отца нашего Феодосия из пещеры, в построенную по указанию Божий Церковь, то достохвальный епископ Стефан пришел из Владимира в свой Кловский монастырь. Ночью, увидев за полем над пещерой яркий свет, он подумал, что переносят честные мощи преподобного Феодосия. Он знал о намерении и опечалился, что торжество происходит без него. Тотчас сел он на коня и поскакал к пещере вместе с Климентом, которого поставил после себя игуменом в Кловской обители. Когда они приближались к пещере, то увидали, что яркий свет, виденный ими издали, исходит от множества горящих свечей. Но когда подъехали близко, то ничего не увидали и поняли, что сподобились видеть свет божественной славы, исходящей от честных мощей преподобного Феодосия. Уже открыли землю над мощами и вынесли их к выходу из пещеры. На другой день после этого видения, между прочими епископами, переносившими честные мощи отца и учителя своего преподобного Феодосия, был и блаженный Стефан. Возвратившись обратно на Владимирский престол, он ревностно наставлял свою паству на путь истины своими добродетелями, коими заслужил себе неувидаемый венец славы. Чтобы принять этот венец, предуказанный его именем и заслуженный его добрыми делами, он в 1094 году от Рождества Христова отошел ко Христу, начальнику всех пастырей, молитвами преподобного Венценосца Стефана. С подоби Христе Божий нас, венца славы, на славу Тебе самому, с безначальным Твоим Отцом и единосущным Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok